во сколько ты лишилась девственности 17 помнишь первый секс да как это было что самое необычное это засовывала в себя большое это плохо уж вас привет привет на ком ты училась целоваться а просто засос оставляла зубами присасывалось меня это прикалывало да когда был 16 лет не было с мальчиком девочкой с мальчиком понравилось сомнительно сомнительно я растерялась первый букет цветов помнишь да помню от кого это был от отца считается не-не-не ну такой букет был один парень в колледже которому я нравилась и мы общались но я его сливала грубо говоря окей цветами получилось у него тебя подкупить нет я его слила чем тебя можно подкупить я не знаю сложу вопрос чем можно подкупить смотря в каком плане меня подкупить навсегда ведешься на что я ведусь на хорошее отношение к себе на умных людей интересных веселых не унылых если парень быдлый хулиган но к тебе хорошо относятся это ок или ты любишь просто добрых людей но он при этом алёша близко наверно соответствующих мне людей я люблю похожих чтобы мне было комфортно такой своеобразный бунтарь во сколько ты лишилась девственности 17 помнишь первый секс да как это было ужасно почему я не знала что меня 23 сантиметра попытаются засунуть а у тебя первый был 23 это ужас просто ты продала свою девственность на авито это был любимый бросил меня через две недели а чпокнул бросил нет просто я ему надоело я не была похожа на его бывшую ему стало со мной скучно у меня бросил да он был после расставания ему нужно было как-то закрыть свою так сказать дыру пустоту после длительных отношений он выбрал меня так сказать он закрывал свою дыру но закрыл твою двадцати трех большую это плохо ужасно а после было у него у тебя вообще сколько было парней потом 9 9 ты считаешь всего 9 какой был самый лучший нынешний а нынешний сколько вы вместо третий месяц третий месяц а по членам градация больше лучше или как-то длиннее лучше или толще лучше умение работать главное а размер даже не важно даже десяти хватает это просто идеально анальный секс любишь нет на работе хватает так подожди 10 сантиметров ты говоришь норма анальный не любишь разве чувствуется 10 сантиметров да еще как да маленькая писачка видимо да окей кем ты работаешь любкамщица и сколько зарабатываешь всегда по-разному ты соло трудишься покладая рук да что самое дикое тебя просили на работе сделать поставить камеру на пол представить что мэмбур большой мерзкий жук и давить его и орать но у меня много таких историй угарных трешов потому что да в основном на этом я и зарабатываю что самое необычное ты засовывала в себя ничего такого не было может морковь там или рука рука нет точно нет а ты говоришь от анального секса устала на работе да чё просят запихнуть какой-нибудь диода побольше ну побольше не вариант вообще и вибрирующий love and sewage 3 есть такая что что ты ощущаешь когда в копе у тебя что-то терплю просто просто терпюсь тебя есть то что от чего ты кайфуешь на работе а денег от хорошего общения это ебанутых людей неинтересно с ними работать сколько больше всего за стрим подымала около 40 тысяч а меньше я работаю в студии меньше всего пару долларов за наверно часа 4 5 что я стремлю потому что я работаю в проеме я не могу отсиживаться и часы за что получаю пиздов а сколько тебя обычно народу смотрит онлайн мало в студии они занимаются продвижением сайта и 5 10 человек онлайн или это один человек максимум у меня было 300 человек 300 человек одновременно да в одно время онлайн досмотрит среднем ну в онлайне вот всего максимум не было 300 человек это когда у меня был промо период в среднем меня смотрят 40-15 человек этого достаточно что еще и все донатят нет донаты те кому я интересно а остальные они халявщики с нулевым лавом они просто смотрят даже ничего не пишут а гадости пишет сталкивалась ли ты с хейтом бывает еще как тебе угрожали хейтили не угрожали мне один раз написал русский чувак ебать ты страшно еще и одетая потому что мы не голая не стримлю почти не говорили что оттрахают тебя жестко часто такое пишут что хотели бы но обломать ребят слушать ты вебкам при этом у тебя парень есть он сам бы хотел бы со мной а почему-то его не подключил он сам пока что не готов хочет здесь маленький член нет он не комплексует вроде бы он может шутку что-то вкинуть и все ребят я тоже прямыми трансляциями занимаюсь не такими конечно когда мы но просто мы гуляем по москве общаемся с девушками этот стрим снимаем на стриме видос снимаем ребят почему я прямыми трансляциями занимаюсь потому что нету монетизации на видосах вы можете поддержать меня на стриме с подписавшись на стрим канал ссылочка в описании прямые трансляции каждый вечер клубы вон в турцию ездим на морюшка там всякая движуха проходит а если вам нравится интервью и вам похрен на стримы на движуху вы можете зайти в описании мы у девушки попросим соцсети инсту вк телегу может какие-то еще вы соцсети попросим в описании по подписке жулик на бусте доступны все дамы со всех интервью тем самым вы поддержите выпуск новых интервью материально а я вас буду радовать новыми интервьюшками и дамами вот это все твоя любимая поза а сверху почему а потому что мне удобно мне нравится оргазм получаешь редкость в какой позе ты быстрее всего получишь оргазм сложно сказать доги стайл любишь с маленьким членом да с большим нет не надо ребят на меня убьете строем пробовала нет планируешь нет не планирую а что хочешь попробовать но нету партнера или стесняешься или может партнер не готов я даже не знаю что такого о чем фантазируешь реально сложный вопрос концентрироваться я даже не знаю что мужикам посоветуешь что посоветовать в каком плане ну вот посмотрели они это интервью о чем уже там посоветуешь ты можешь до мужской аудитории что-то посоветовать или говорите о чем-либо напрямую не скрывать потому что девушки такие же тупые они не любят намеки если они даже понимают они притворятся тупыми как я например горловой любишь без проблем куни да у не больше чем минет одинаково разносторонняя личность так сказать ребята встретимся на прямых трансляциях ссылка на даму в описании даме спасибо за искренность вам спасибо за поддержку на густе всех люблю всех обнял поднял и поставил пока